Привет, с вами Криптонист. В этой теме мы разберем одну из скрытых возможностей кошелька Trezor – подпись транзакций без ее отправки. Узнаем, что это за функция и в каких ситуациях пригодится. Поехали! Данная функция находится во вкладке «Отправить», и здесь необходимо отобразить возможности отправки, и одна из них – это Sign Without Sending – подпись без отправки. Эта функция генерирует все необходимые для совершения платежа данные в виде определенного кода, но не отправляет их в блокчейн. Давайте я это покажу. Нам нужно скопировать адрес, далее ввести сумму отправки, я поставлю комиссию повыше, и здесь выбрать пункт подписи без отправки. Введем наш пин-код, введем кодовую фразу, теперь необходимо подтвердить действие на устройстве, и после чего отображается длинная строка из непонятных нам цифр и букв. Важно понимать, что деньги никуда не отправились, мы просто сгенерировали все данные для отправки, и они находятся в 16-ти ричной системе счисления, или просто в HEX. Теперь давайте скопируем этот код и воспользуемся сервисом от blockchain.info для декодирования этого кода. Подставим его в эту строку и декодируем. И в итоге мы получаем расшифрованный скриптовый язык, на котором работает bitcoin-сеть. Я уже говорил ранее, что в bitcoin-сети не существует такого понятия как баланс или остаток, все строится на выходах и входах. Здесь мы видим как раз наши входы с их хэшами, и внизу у нас есть единственный выход, куда отправляется транзакция. Здесь виден адрес моего кошелька. И сумма отправлений. Это я показал, чтобы вы понимали, что стоит за этим кодом. То есть это все данные о транзакции. Все, что необходимо узлам сети для верификации транзакций в блокчейне биткоина. Теперь воспользуемся другим инструментом, который позволит отправить транзакцию онлайн. Сначала нам нужно подставить здесь значение. И давайте я покажу вам, что вот транзакции. У меня здесь нет никаких совершаемых транзакций. Теперь переходим сюда. Вот этот код. И я его отправляю. Транзакция отправлена. И теперь мы переходим обратно к нам на кошелек. И мы видим здесь транзакцию в пути. Эту транзакцию я отправил не через Trezor, а я ее отправил через инструмент блокчейн-инфо. Наверняка у вас возник вопрос. Насколько это безопасно подставлять этот код с вашей подписью и всеми данными о транзакции в поле какого-нибудь онлайн-сервиса? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, как формируются цифровые подписи. Дело в том, что цифровая подпись отличается от реальной подписи тем, что цифровая подпись всегда уникальная. Другими словами, подписывая сообщение А, у вас одна подпись. Подписывая сообщение Б, вы генерируете совершенно другую подпись. Если хоть чуточку изменить сообщение, то подпись для этого сообщения будет неверная. Я могу продемонстрировать это на примере вкладки «Подпись». Давайте подставим мой адрес. И у меня будет сообщение «Отправить один БТЦ Артему». Теперь я его подписываю, подтверждаю действие на кошельке. И вот у меня сформирована подпись. Теперь давайте подставим адрес и подпись. Проверим ее. Да, сообщение верифицировано, все здорово. А теперь я хочу изменить сообщение, например, отправить Биткоин не Артему, а Васе. Проверяем, и мы видим, что сообщение неправильное, так как неправильная сгенерирована подпись для этого сообщения. По смыслу происходит то же самое, что и с транзакциями. Транзакция – это своего рода сообщение, и даже малейшее изменение сообщения требует совершенно другой подписи. Отсюда следует, что даже перехватив код транзакции с подписью, злоумышленник ничего не сможет с нею сделать, разве что отправить ее отправителю за вас. На мой взгляд, добавление функции формирования подписи без отправки – это по большей части идеологическое решение. Раз вы владеете приватными ключами, соответственно, вы вправе видеть вашу подпись и распоряжаться с нею как хотите. Хотите – отправляйте через интерфейс трейдера, хотите – через другой интерфейс. Главное, что подпись ваша. И это ваша собственность, вы ею владеете, и вы вправе ее видеть. Где это пригодится? Ну, например, вы можете ее использовать по аналогии как с приватными ключами. Правда, следует понимать, что это, скажем так, предопределенный одноразовый приватный ключ, так как у него есть конкретное предназначение с конкретной суммой и адресом. И вы сможете использовать его только один раз. Вы можете распечатать подпись с транзакцией заранее перед сделкой и при совершении сделки отправить средства с помощью любого браузера. Или передать код транзакции другу, чтобы он за вас совершил транзакцию, так как вы будете в это время в театре со своей спутницей. Возможно, у вас возникнут еще какие-то идеи использования данной функции. Поделитесь ею со мной. Спасибо вам за просмотр видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!